Получить отсрочку от службы в вооруженных силах могут студенты среднеспециальных учебных заведений. В армию в этом случае молодые люди отправятся по завершению обучения. Такая же возможность есть и у студентов-бакалавров, желающих поступить в магистратуру. Об этом в рамках осенней призывной кампании напомнили в Петрозаводском военкомате. Получить новые знания можно и на военной службе. За счет Министерства обороны в школе ДОСААФ выучат на права категории С. Также военкомат направляет на целевое обучение в ВУЗы и средние профессиональные образовательные учреждения Министерства обороны. Отбор претендентов начнется в январе. Всего в ходе осенней призывной кампании планируется призвать около 600 молодых людей, половина из которых состоит на учете в Петрозаводске. Тем, кто скрывается от службы, а их в столице Карелии почти 200 человек, грозят не только административное и уголовное наказание, но и другие меры. В случае, если после 27 лет гражданин попадает в запас, уклонившись от армии, не имея на то законных оснований, его ограничат дальнейшей трудовой деятельности. Вместо военного билета выдается справка установленного образца, где указывается, что данный гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, что накладывает определенные ограничения дальше при устройстве на работу на государственную службу, ну и все вот такие последствия. С недавнего времени появилась возможность по собственному желанию пройти повторное медицинское освидетельствование. Такая возможность пригодится тем, кто хочет работать в силовых структурах, но не служил в армии по состоянию здоровья. Также молодые люди с высшим и средним профессиональным образованием в срочной службе могут предпочесть службу по контракту. Призыв вооруженной силы России продлится до конца этого года.